Компенсировать дефицит бюджета. Именно на это, по словам министра финансов, будут потрачены заёмные деньги. Бахыт Султанов также напомнил, что соглашение с Международным банком реконструкции и развития было подписано ещё 17 февраля. Заем в 1 миллиард долларов будет предоставлен сроком на 20 лет, включая льготный период 2,5 года. Указанный заём будет направлен на покрытие дефицита бюджета текущего года. Погашение привлечённого от займа будет производиться из средств республиканского бюджета. Заем важен с точки зрения обеспечения макроэкономической стабильности и государственного финансового баланса в условиях дефицита утверждённого бюджета. Обслуживание и погашение займа будет осуществляться Министерством финансов за счёт средств бюджета. Впрочем, не только кредитными историями сегодня были заняты умы чиновников и депутатов. Громкое панамское досье оказалось в центре внимания. Если какие-то чиновники, именно они, лично представлены в этих документах, и это действительно потом будет доказано, то, конечно же, в соответствии с законами нужно разобраться, использовали ли они служебное положение, совершили ли какие-то коррупционные правонарушения, ну, возможные родственники. Но никого, наверное, обвинять голословно не надо, надо разбираться. По словам Ашимбаева, многие компании в мире используют офшоры для того, чтобы оптимизировать свои налоговые выплаты. После обнародования данных депутат-мажилиса парламента Азат Перуашев призвал правительство разработать законодательные барьеры, чтобы деньги государственные не утекали в льготные налоговые зоны. Айрки Ермек, Перезаджик Сылыкова, Телеканал Алматы.